Везде, куда бы я ни приехала, я везде пыталась объяснить, что такое Жмелик, потому что, в принципе, выступала перед русскоязычной публикой, кроме Киева, конечно, и там еще каких-то наших украинских городов, но в основном я все время объясняла, почему Жмелик. Ну вот у нас дети же так разговаривают. Новосельец — это город, в принципе, русскоязычный, но есть, поскольку ребенок ходит в украинскую школу, Вин знает, что такое Жмель, и, в общем, смешалось, и вот он говорит на таком... Все нормально? Твой сын закончит в тюрьме, строго сказала соседка Элла, когда я приехала из командировки. Вы совсем не занимаетесь ребенком, твой ребенок растет, как репейни по дороге. Вчера твой ребенок жестоко избил мальчика Рикочевских и нагрубил тетю Динисом охваливаться. Сегодня во дворе все соседи это обсуждают, твоему ребенку запретят играть с другими детьми. Твой ребенок вступит на неправедный путь, пойдет по наклонной рано и под, или поздно попадет в колонию для малолетних преступников. И вот тогда я влетела в школу, где учился мой злоумышленник. Благо, школа находилась буквально через дорогу от того места, где я тогда работала. Постучала в дверь, где было написано 3-й А-класс, и попросила сына на секунду. И учительница Светлана Ивановна, которую мой изобретательный ребенок звал Сметану Сметановна, за блондинист, то есть пышность и белокожесть, ласково сказала, Данилка, а к тебе мама пришла? Ага, Данилка, думала. И я. Тот еще Данилка, позор семьи моей, Данилка. Ко мне вышел мальчик, меньше самой маленькой девочки в классе, ростом с корзинкой для бумаг, зеленую такую, сметаной под столом, и, выходя из класса, сообщил классу туда себе за плечо. А ко мне мамочка пришла в школу, ага. А потом задрал на меня свою веселую и смышленую мордашку. У меня хорошее воображение, но я никак не могла представить, как этот хлоп напал на мальчика Рикочевских, выше его на 3 головы и старше на 4 года, набросился, хорошенько его отметелил и, походу, еще нагрубил тете Дине, именитой нашей соседке тете Дине. Тетя Дина Самохвалец – это вообще отдельный цирковой номер. Тетя Дина – это не Настя, это катастрофа. Тетя Дина Самохвалец – это горючий взрывной гибрид асфальтового катка, который основательно укладывает всех и вся под свои колеса, и сирены гражданской обороны. Есть подозрение, что у нее где-то на животе приделана кнопка, и достаточно малейшего повода, чтобы тетя Дина Самохвалец, порывшись в пуговицах своего необъятного халата, ткнула в нее железным своим указательным пальцем и завелась с полоборота. Когда она орет, собаки прячутся в щели и подвалы, копты прижимают уши, птицы падают с неба замертво, в домах звенят стекла и люстры, а электрики и сантехники нашего Жека моментально писаются от страха. И мой клуб нагрубил вот этому вот стихийному бедствию. Я сказала ему такому маленькому и такому объективно симпатичному. Данил Аркадьевич, когда я сержусь, я всегда так его называю, Данил Аркадьевич сказала своему потенциальному заключенному, будущему хаторжнику, узнику и острожнику, есть мужской разговор, пройдемте в сад. Он весь уже издергался за те две минуты, пока трусил за мной по коридору, потом по ступенькам в школьный сад, ужас, но я такая была идиотка, еще хуже, чем сейчас. А внутри у него в животе отгрожал зайчий хвост, и на мордочке было все видно, как ему не по себе. «Рассказывай давай», — усадила я его перед собой, «почему ты от лупасила Рикачевского и нагрубил тетя Дини самохвалец?» Данька Виноватов взмахнула на меня ресницами, вздохнул глубоко и начал. Я нес жмелика на цветочки. Сколько жить буду, всегда буду помнить, как он это сказал. Он сказал это так, что я поняла, что он нес на цветке, бережно и осторожно, аккуратно ступая, не сводя глаз со своей мохнатой рыжей ношей, он нес на цветке не просто шмеля, а величайшую для себя живую ценность. Я нес жмелика на цветочки. Я его нашел в траве. Он там гудел. Я хотела его пересадить на куст повыше, чтобы на него не наступили. Нес-нес и почти донес. А тут прибежал Рикочевский и сбил жмелика с цветка на землю. И я наклонился, чтобы его подобрать. А Рикочевский засмеялся и накрыл его ботинком своим, ботинком, который был у него на ноге. И топтал его, топтал, топтал тысячу раз. Таптывал его, жмелика. И жмелик это. И тогда я это, как дал Рикочевскому в нож, чтобы он знал. И Рикочевский заревел. А тетя Дина Самохвалец на лавке во дворе раскричалась. Что это делается? Ага, этот ребенок Даня этих со второго этажа, он же хулиган какой? Ага, он же бандит, он же убийца. Ага, негодяй какой? А я сказал, тетя Дина Самохвалец, вы сами хулиган, тетя Дина Самохвалец. Бандит, убийца и негодяй. И потом я пошел домой и был дома. Тихий, тихий. А бабуля сказала Даню кушать, а мне хотелось лежать в темноте и все. Мы с ним помолчали немного, а потом обнялись. Если кто не знает, человека, особенно маленького, надо обнимать минимум 7 раз в день. Минимум, а то и больше. Это очень полезно. И поэтому я обняла его, а он обнял меня. И потом я задала совсем какую-то неправильную с точки зрения воспитания педагогики вопрос. Даня, этот Рикочевский, он же такой высокий, длинный. Как же ты достал до его носа? И немного картавя от волнения, Данька поежзал в моих руках, поднял ко мне лицо и ответил, немного удивляясь моей непонятливости. Как-как? Подпыгнул. Я прижала его к себе всего целиком в маленьком форменном синем пиджачке со школьной эмблемой на рукаве, всего пальцы со следами фломастера, макушка стриженная, пахнущая орешками, мягкие ушки. Прижала его к себе и немного помелив спросила, «Ты потом плакал?» Данька всхликнул мне в кофту и бутнул. Ещё чего? Спасибо.